МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Неизвестные страницы истории Хакасии в годы Великой Отечественной войны стали главной темой Республиканской научно-практической конференции, посвященной 70-летнему юбилею Победы. Ее организовали Республиканские министерства образования и науки, национальной и территориальной политики, Совет ветеранов, а также Хакнияли и Институт истории и права Хакасского госуниверситета. Эти конференции традиционные проводятся в Хакасии каждые 5 лет, начиная с 50-летнего юбилея Победы в 1995 году. Заместитель главы Республики Ирина Смолина напомнила о военном вкладе Хакасской автономной области в общую победу над врагом. В годы войны в Хакасии призваны в действующую армию. Вдумайтесь, пожалуйста, 69 421 человек. Каждый четвертый житель был призван или добровольно вступил в ряды Красной Армии. Каждый второй из них, к сожалению, погиб от ран, от болезней или пропал без вести. Наши земляки принимали участие в исторических сражениях под Москвой, Ленинградом, под Сталинградом, на Курской дуге, на Днепре, в Белоруссии, в Прибалтике. Они участвовали в освобождении Центральной и Юго-Восточной Европы. Это известные факты, но, пожалуй, впервые на Республиканской научной конференции была обнародована другая цифра. 15 тысяч жителей Хакасии пропали без вести и побывали в плену. Все меньше остается в живых свидетелей военного времени. По словам заместителя главы республики Ирины Смолиной, сейчас в Хакасии около 8 тысяч человек, переживших войну. Среди них 427 фронтовиков. Задача нынешних поколений – сохранить память и не допустить фальсификации истории. В том числе и для этого в Хакасии издан трехтомник «Солдаты Победы», о тех, кто вернулся в 45-м живым. Республиканский совет ветеранов в течение многих лет готовился к изданию книги о тех воинах, которые вернулись с фронта домой. И книгу назвали «Солдаты Победы». К 65-летию Победы издали два тома – первый и второй. К 73-й Победы третий том издали. Но количество вернувшихся у нас насчитывается где-то 40 тысяч. А в этих книгах половина только – около 20 тысяч. И поэтому наша задача – продолжать работать по изданию следующих томов, для того, чтобы каждый, кто участвовал в войне, был занесен в эту книгу, и память его осталась вечно для будущего поколения. Работа эта сложная – профессиональным историкам и краеведам-любителям в одиночку с ней не справиться. Поэтому участники юбилейной научной конференции обращаются к школьникам и молодежи с призывом возродить популярную в 70-х годах прошлого века поисковую работу, а также восстановить музеи и уголки боевой славы в школах и на предприятиях. И по возможности записать воспоминания ветеранов труда и тружеников тыла о жизни в те далекие годы. Все трудоспособное население нашего села было призвано на фронт. Остались только пожилые люди, и мы – молодые, как юноши. Работали мы с темна до темна. Я вам скажу, что возвращаться домой не всегда удавалось. Культистаны были далеко, допустим, за 8-10 километров, и нас не отпускали домой. Мы продолжали, работали до темна. Заработок у нас был прямой. Трудодень. За этот трудодень мы старались зарабатывать. Цель не в этом. Цель была такая. Как можно больше вырастить зерна, вырастить овец, мясо, шерсти, чтобы отправить, о чем говорил Валентина Николаевна, все для фронта. Я вам скажу, что пришлось пройти школу большую, самим сеять, сеять руками, самим жать, так называемые, самим снопы вязать, суслоны делать и молотить. Этот путь очень сложный, трудный, но он очень интересный. Но самое важное, что мы своим вкладом внесли победу, о которой героически могут рассказать вот сидящие люди здесь. На конференции с воспоминаниями выступили 10 ветеранов войны и тружников тыла. А всего было представлено более 40 докладов, раскрывающих неизвестные ранее страницы истории войны, формирование воинских частей, работе в тылу. Есть исследователи, которые занимаются нашей краеведой, которые выясняют отдельные какие-то факты из жизни, скажем, Кати Перекищенко. Я, например, с интересом узнал, что она выходила замуж на фронте. Вот была замужем. Очень интересные были сведения о Конгареве. На конференции отмечалось, что в Хакасии более изучен военный аспект Великой Отечественной. Изданы монографии Степана Утургашева, Петра Чебадаева, посвященные военному вкладу Хакасии в победу. Меньше внимания было уделено жизни в тылу. Многие десятилетия единственным серьезным исследованием была глава из фундаментального труда очерки Хакасии советского периода. В последние годы этот пробел восполнили современные историки. В частности, в монографии Владимира Печерского проанализировано состояние сельского хозяйства Хакасии в годы войны. Сейчас Владимир Печерский продолжает исследовать жизнь в тылу во время войны. В частности, занимается изучением сферы юстиции, обнаружил любопытные факты. Ну, надо сказать, что образовательный уровень в судах, например, Хакасии и Красноярского края был крайне невысок. Как правило, народные судьи, члены судов Красноярского края и Хакасской автономной области имели очень низкий уровень образования. Часто это люди были вообще с начальным общим образованием и без высшего юридического образования. Это создавало определенные проблемы в отправлении правосудия. Но, тем не менее, в то время процесс носил состязательный характер, имел такую многоступенчатую структуру, была возможность обжалования приговоров в кассационном порядке. И в то время количество оправданий в судах того времени было в несколько раз больше, чем в современных судах Демократической Российской Федерации. Красноярец Вячеслав Филиппов много лет занимается историей авиации и ее развитием на территории Красноярского края и Хакасии. В частности, в Красноярске с группой волонтеров они находят места авиакатастроф военных лет, ставят памятные знаки и перезахоранивают останки пилотов, если в этом есть необходимость. Трагедии происходили во время перегона самолетов с Дальнего Востока и во время учебных полетов аэроклуба. В Черногорске, как известно, тоже располагался аэроклуб и школа военных летчиков. Во время учебных полетов погибло 24 инструктора и курсанта. Список есть у меня, список есть в Черногорском музее. То есть, в общем-то, этот список составлен на основании архивных документов, Центрального архива Министерства обороны. То есть там конкретно написано, где, что. Допустим, один самолет упал в реку. Есть, например, катастрофа на Кунинском хребте. То есть, потому что аэродромов, с которых летали курсанты, было пять. То есть, известно, где были эти аэродромы. Ну, то есть, вот вся информация есть. Надо только кому-то заняться. То есть, как минимум, установить памятные знаки для того, чтобы понимать, что война, она рядом была здесь, несмотря на глубокий тыл. Иными словами, поисковикам, краеведам, студентам и профессиональным историкам хватит работы на многие-многие годы. Доктор исторических наук Валентина Тугужекова обозначила только некоторые темы. Это и повседневная жизнь. Как жил простой горожанин в годы войны. Как жил простой сельчанин в годы войны. Плюс у нас же были спецпереселения, в том числе и репрессированные народы. Это были и немцы с Поволжья, и калмыки. Но вот эта страница, она тоже до конца не исследована. Нет серьезных, глубоких, самостоятельных исследований. Вот по репрессиям, по отношению к народам, которые были репрессированы в начальный период Великой Отечественной войны или в начальный период Второй мировой войны. То, что касается проблем плена, проблем тех, кто был в концлагерях. Я бы хотела сказать, что недостаточно освещена социальная сфера, значит, политика государства в годы войны по отношению к детству, по отношению к материнству. Значит, потому что здесь есть исследования, но не всегда они опубликованы. Хочу сказать, что недостаточно освещена роль личности в тылу. В частности, в Республиканском архиве хранятся десятки тысяч документов периода Великой Отечественной войны. Они также ждут кропотливого анализа и исследования. На конференции работниками архива была представлена экспозиция из нескольких десятков документов, которые были опубликованы впервые. Материалы всех докладов и выступлений войдут в итоговый сборник. Первый сборник по результатам такой конференции вышел в 1995 году. И уже на протяжении 15-20 лет мы через каждые 5 лет издаем сборники. В этом году по результатам конференции, которая прошла 23 апреля, мы также будем издавать сборник, куда войдут статьи не только научных работников, преподавателей, но и воспоминания участников Великой Отечественной войны, а также работы, которые были сделаны учениками, учащимися в школах города Абакана и других населенных пунктов республики Хакасия. Сборник по материалам научно-практической конференции, посвященной 70-летию Победы, Хакнияли планирует издать еще до конца года.